Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о аспектах политического влияния Иисуса Христа, о том, что Он делал, говорил и показывал нам в этом плане. Я говорил о том, что мы начнем разговор о пяти аспектах политического влияния Иисуса Христа, и сегодня я хотел бы затронуть первый – это исцеление. Вы спросите, какое отношение исцеление больных имеют к политике? Я прочитаю вам два местописания, которые будут свидетельствовать о том, что исцеление больных – это был политический ход в том числе. Я уверен, что это не было главным, но одним из аспектов исцеления было политическое заявление Иисуса Христа с претензией на свою божественную царскую власть. Итак, Матфея, 10 глава, 7-8 стих. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром отдавайте». Илука, 9 глава, 1-2 стих. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезни, и послал их проповедовать Царство Божие». Почему Иисус связывает Царство и политическое свое влияние, политический аспект с исцелением? Дело в том, что любого рода сверхъестественные действия в религиозном обществе Израиля того времени, как, наверное, и в любом религиозном современном обществе, является как бы таким божественным подтверждением властных полномочий. Знаете, когда Иисус делал те или иные заявления, фарисеи собирались и говорили, а чем ты докажешь, что ты вообще имеешь право это делать? Какое знамение ты нам дашь? И когда Иисус провозглашал свои претензии на Царство, Он посылал своих учеников и говорил «Исцеляйте, исцеляйте, исцеляйте». Это не было просто, знаете, такое желание показать, что Он может это делать, что Он может наделять даже такой способностью. Это было сверхъестественное, божественное подтверждение того, что Иисус Христос, Он не только жертвенный агнец, но и Царь Израилев. Именно поэтому фарисеи, книжники, саддукеи, то религиозное сообщество, которое было у власти в Израиле в то время, было раздражено этими сверхъестественными проявлениями, которые просто не прекращались. Итак, я обратил внимание на то, что когда Иисус служил, исцеляя людей, Он обязательно проповедовал о Царстве. Когда Он проповедовал о Царстве, Он обязательно исцелял людей. Тем самым Иисус говорил о том, что Он имеет божественные полномочия, божественные претензии на высшую теократическую политическую власть в мире.